Здравствуйте! В сегодняшнем обзоре я расскажу детальнее про флагман серии Garmin. Это часы Fenix 6X Pro Solar. Отвечу на самые популярные вопросы по этой марке часов. Как работает солнечная зарядка часов? Как устроена система Power Glass? При каких условиях можно заряжать часы от солнца? Какая прочность стекла и сравнима ли она с афировым стеклом других моделей Fenix? Какие еще бонусы добавил Garmin в модель Fenix 6X Pro Solar? В чем основные отличия между другими моделями Solar версии? И как всегда, плюсы и минусы модели с финальными выводами. Отдельное спасибо хочу сказать компании Navionica, моему надежному Garmin партнеру, который предоставил мне часы для тестов и тренировок. Итак, приступим к обзору Fenix 6X Pro Solar. Цена часов. Цена часов с силиконовым черным ремешком порядка 1000 долларов. Это модель Pro Solar Titanium Carbon Gray DLC with Black Band. Корпус часов это армированный волокном полимер с металлической задней крышкой. Более дорогая версия Pro Solar Titanium with Winted Titanium Brasslet с титановым браслетом продается за ценой около 1150 долларов. Ну и в этой же модели корпус часов тоже армированный волокном полимер. Разница в материалах исполнения. Дополнительно в титановой версии в поставке идет силиконовый ремешок. В комплектации в двух версиях есть зарядный информационный USB кабель и инструкции. Если вы покупаете у официального представителя, в поставке идет гарантийный талон. Ну а теперь давайте вернемся к самим часам. Слово Solar означает, что часы могут получать заряд от солнечной энергии для питания аккумулятора. Идея заряда часов от солнечной энергии не нова. Например, кварцевые часы Casio Pro Tract были оснащены солнечной зарядкой. Но в этих моделях солнечная панель располагалась по всей площадке часов под стрелками циферблата и цифрами. Гармин пошел дальше и поместил солнечную панель именно над циферблатом так, чтобы она не закрывала информацию и не мешала читать данные с экрана. Получился небольшой бутерброд из различных слоев. На своем официальном сайте Гармин в секции «Тип стекла» просто пишет «Power Glass». Но это не совсем полная информация. Расскажу более детальнее про эту технологию. Верхнее покрытие – это защитное стекло «Garning Gorilla Glass DX». Откуда эта информация? Да очень просто. Зайдите на официальный сайт Гарнинг и вы сами все увидите. По заверению Гарнинг, цитирую, «Этот тип стекла получает хорошую читаемость за счет улучшения отражения передней поверхности на 75% по сравнению со стандартным стеклом и увеличенный коэффициент контрастности стекла на 50% при том же уровне яркости. А этот момент косвенно позволит продлить срок службы батареи ваших часов. Если сравнить часы Fenix 6 с сапфировым стеклом и Fenix 6X Pro, 6X Pro Solar, разницу вы видите сами. Сапфировое стекло реально бликует на солнце, а стекло Gorilla Glass DX чисто и прозрачное при любых углах обзора. Под защитным стеклом размещен новый солнечный экран, который работает по технологии Power Glass. Что это за такая технология Power Glass от Гарнинг? Солнечная панель состоит из двух зон. Непрозрачная зона – это миллиметровая оранжевая окантовка, которая располагается вдоль всего безеля часов. Она дает максимальную зарядку от солнца при попадании солнечных лучей. Прозрачное стекло, которое покрывает весь циферблат, это еще один элемент солнечной батареи. Зарядка от него минимальная. Стекло Power Glass настолько прозрачное, что если рядом положить обычную модель Phoenix 6X Pro и, соответственно, 6X Pro Solar версию, разницу по цвету и виду часов вы не заметите. По внешнему виду часы Garmin 6 выдает измененная форма безеля в районе крепления крепежных болтов. Ну и, конечно, сама надпись на задней крышке корпуса. Кстати, отвечаю еще на один вопрос. А куда пропал серийный номер в моделях серии Phoenix 6? Просто серийный номер перенесли на боковую грань корпуса, ближе к креплению ремешка. Чтобы добраться до него, нужно просто снять ремешок и крепежный штифт, если вы хотите комфортно прочитать серийный номер часов. Ширина ремешка для Phoenix 6X Pro и, соответственно, 6X Pro Solar одинаковая, 26 мм. А эта ширина означает, что ремешки часов Phoenix 3, 5X, 5X Plus зайдут на крепление Phoenix 6X без проблем. Следовательно, ваши старые ремешки от этих моделей можно использовать и в новых моделях Phoenix 6X Pro, 6X Pro Solar. В названии часов Phoenix 6X, помимо слова Solar, есть еще одно слово – Pro. Pro указывает на максимальную комплектацию 6 серии Phoenix. А это векторные карты с возможностью прокладки маршрута с дополнительной навигацией. Музыкальный Bluetooth плеер на борту с возможностью трансляции музыки на подключенные по Bluetooth наушники или колонки. Wi-Fi для синхронизации часов по воздуху. Буква X указывает на размер часов. В ряду есть следующие типы размеры. Самая маленькая версия Phoenix 6S. Размер корпуса 42 на 42 мм. Толщина корпуса 13,8 мм. Средняя модель Phoenix 6. Размер корпуса 47 на 47 мм. Толщиной корпуса 14,7 мм. Phoenix 6X. Размер корпуса 51 на 51 мм. Толщиной корпуса 14,9 мм. Это часы с самым большим корпусом. И сразу упреждаю ваш вопрос. А реально удобно ходить и тренироваться с такими большими часами в Phoenix 6X Pro Solar на руке? У меня узкое запястье. С аналогичными крупными моделями Phoenix 3, 3HR, 5X, 5X Plus, 6X Pro я тренируюсь. Бег, кроссфит, плавание. Хожу целый день и с плюс часами на руке. Дискомфорта я не замечаю. И для модели 6X Pro Solar. Часы снимаю только тогда, если занимаюсь гирями или боксирую. Чем больше корпус, тем больше аккумулятор можно установить в корпус соответственно. А следовательно увеличить и время автономности работы часов. Про емкость аккумулятора. В ходе разборки часов выяснилось, что аккумулятор часов Phoenix 6X имеет емкость 420 мАч. Много это или мало? С учетом того, что в Phoenix используется экономный трансфлективный экран, энергоразберегающие чипсеты, такой емкости вам хватит с головой. Если ориентироваться на показатели прогноза заряда на циферблате часов, то при 100% зарядке часы проработают как умные часы в следующих режимах. При включенном оптическом датчике, Bluetooth и пульсоксиметре с минимальной подсветкой по яркости и времени 47 дней. При включенном оптическом датчике, но без Bluetooth и пульсометра и с минимальной подсветкой экрана 33 дня. При включенном оптическом датчике и Bluetooth, но без пульсометра и минимальной подсветки экрана 23 дня. Включить оптический датчик, Bluetooth, пульсоксиметр на ночь и с минимальной подсветкой экрана часы продержатся 16 дней. При полностью включить все датчики в часах, оптический датчик, Bluetooth, пульсоксиметр на ночь и среднюю подсветку на 30% на 30 секунд, часы продержатся 12 дней на одной зарядке. Посмотрим, что нам говорит Garmin на официальном сайте про длительность работы часов от одной зарядки. Вы видите сравнительные графики работы часов. Конечно, показатели Phoenix 6X Pro Solar впечатляют. Плюс 1 час, плюс 6 часов, плюс 28 часов и даже плюс 3 дня, плюс 10 и плюс 40 дней от солнечной зарядки. Но давайте внимательно посмотрим на маленькие звездочки комментарии. Одна звездочка. При условии, что вы будете носить часы на улице плюс 3 часа в день на улице в условиях 50 тысяч люкс. Две звездочки. При условии использования часов в условиях, где освещенность будет 50 тысяч люкс. А теперь давайте разберемся, а что это за магическое сочетание 50 тысяч люкс. Люкс – это единица измерения освещенности. А 50 тысяч – это много или мало? Привожу сравнительную таблицу освещенности в люксах в зависимости от условий. 100 люкс – очень пасмурный день. 200 люкс – живые комнаты. 320, 500 люкс – рабочий кабинет. 400 люкс – восход или закат в ясный день. 1000 люкс – пасмурный день. От 4 до 5 тысяч люкс – полдень в декабре или январе. От 10 до 25 тысяч люкс – ясный солнечный день. Ну и соответственно летом от 32 до 130 тысяч люкс под прямым солнцем. Как вы сами видите, получить высокую освещенность 50 тысяч люкс можно только при прямом солнечном свете. Поэтому отвечаю еще на один вопрос. Можно ли заряжать часы Garmin Fenix 6X Pro Solar от настольных ламп, офисного освещения или ламп накаливания? К сожалению, освещенности для таких условий будет недостаточно. Я пробовал разные виды световых источников. Светодиодные лампы, лампы накаливания, любицентные лампы. Но, к сожалению, добиться освещенности в 50 тысяч люкс для зарядки я не смог. Не тот спектр, извините. У вас возникнет резонный вопрос. А как можно измерить освещенность самому? Конечно, лучше использовать профессиональный прибор, например, люксометр. Однако, вы можете провести измерения самостоятельно с помощью мобильного телефона. Установите приложение люксометр на телефон, и вы без труда сможете узнать освещенность места, где вы находите или где вы работаете. Мобильный телефон, конечно же, не профессиональное оборудование для измерения освещенности. Однако, вы сможете прикинуть основные показатели освещенности для ваших местных условий. Ссылку на приложение для телефонов для Android и iOS я добавил в своей статье. Смотрите в комментариях под видео. А как узнать, что часы Fenix 6X Pro Solar заряжаются? Для этого на циферблате часов есть специальный индикатор в виде молнии и пустых секторов. Если часы заряжены на 100%, индикатор солнечной зарядки окрашен серым цветом. Если емкость аккумулятора уменьшилась и часы требуют зарядки, индикатор изменит цвет на оранжевый. Когда освещенность будет увеличиваться, индикатор зарядки начнет заполняться секторами. Когда освещенность достигнет 40-50 тысяч люкс, все сегменты солнечного индикатора будут полностью заполнены. Таким образом, один заполненный сектор дает приблизительно 10% от эталонной освещенности, при которой начинается зарядка. Следовательно, один заполненный сектор показывает освещенность около 5 тысяч люкс. Соответственно, 50 тысяч делим на 10 равно 5 тысяч. Прошу обратить ваше внимание, что индикатор циферблата часов имеет небольшую задержку для экономии энергии аккумулятора. Реагирует на изменения освещенности с задержкой. Хотите знать реальную картину солнечной зарядки, вам лучше перейти в специальный виджет интенсивной солнечной зарядки. Виджет быстро обрабатывает изменения освещенности и строит график, полученный из солнечной энергии, за 6 часов. Еще один вариант – установить специальный виджет контроля заряда аккумулятора Battery Gauge. С его помощью вы сможете анализировать график заряда и разряда аккумулятора. Как пользоваться этим инструментом, я рассказывал в своем обзоре. Разряд аккумулятора часов Garmin. Как найти и исправить. Ссылка в описании под видео. И еще один важный момент. На этом я как раз специально акцентирую. Солнечная батарея в часах Phoenix 6X Pro Solar – это не основной инструмент постоянной зарядки часов. Как раз наоборот. Ее задача – это уменьшить текущий разряд часов и поддержать уровень аккумулятора. Для полноценной зарядки часов вам лучше использовать USB кабель. Проведем небольшой тест. Для частоты эксперимента включаем оптический датчик пульса и Bluetooth. Оставляем часы на ярком солнце на 4 часа и смотрим, как изменится уровень заряда аккумулятора до и после теста. На средней освещенности около 30-40 тысяч люкс часы не смогли получить много заряда, однако и расход аккумулятора стал равен нулю. То есть данная освещенность смогла компенсировать растраты энергии на работу дополнительных датчиков и протоколов. А какие факторы будут улучшать зарядку часов Phoenix 6X Pro Solar? Прежде всего, часы должны быть расположены прямо перпендикулярно солнечным лучам, чтобы вы поймали максимальный световой поток от солнца. Солнечную погоду часы лучше носить на руки так, чтобы солнечная панель видела солнце и начиналась зарядка, не прячь часы под рукав. Еще один интересный момент, с которым я столкнулся. В офисе мне не удалось заряжать часы через стеклопакет с антисолнечным напылением, ну покрытием. Защитное солнечное напыление обрезало около 20-25 тысяч люкс, однако обычное стекло на балконе позволило мне получить максимальный зарядок на часах в 70 тысяч люкс. Если часы всегда должны быть на солнце, то возникает еще один резонный вопрос. А при каких температурах часы Pro Solar могут заряжаться? Согласно инструкции, диапазон рабочих температур часов от минус 20 до плюс 45 градусов. Диапазон для солнечной зарядки под прямыми солнечными лучами от нуля до плюс 60 градусов. В часах работы защита от перегрева. Если внутренняя температура будет превышать граничную, плюс 60 градусов, зарядка будет прекращена. Эти температурные ограничения указывают на тот факт, что Solar версия не будет заряжаться от солнца при сверхнизких температурах по Цельсию. Сам производитель указывает на это в своей документации. Какая прочность стекла Garning Gorilla Glass DX по сравнению с апфировыми стеклами других моделей Phoenix? Я давно использую часы серии Phoenix и всегда брал их с апфировым стеклом. Данный тип стекла позволяет избежать мелких царапин и потертостей. За 5 лет эксплуатации мне не удалось поцарапать стекло часов. С другой стороны, стекло Garning Gorilla Glass DX может похвастаться прекрасной прозрачностью и читаемостью циферблата. К сожалению, мой бюджет обзора не позволяет мне провести жесткие краш-тесты стекла всех часов. Скажу лишь про себя. За 2 месяца ежедневных тренировок, бега, плавания и эксплуатации часов я не заметил появления никаких царапин или потертостей на стекле 6X Pro Solar. После постоянной эксплуатации Solara, где используется Garning Gorilla Glass DX, привели меня к одному выводу. Читать информацию через апфировое стекло тяжелее. Дополнительные отблески стекла вносили мне небольшой дискомфорт. И упреждаю вас в следующий вопрос. Насколько прочный титановый корпус часов Solar? Титан уменьшает вес корпуса часов, но это не означает, что он 100% стойк к царапинам. Водельцы часов с титановым корпусом могут сами подтвердить, что такие часы, например, Хронос или Маркью, получали царапины для этого материала. Именно поэтому Garmin использует новые материалы в своих премиевых моделях Маркью. Например, керамический безель с титановым корпусом часов Маркью Капитан. Плюсы титана дополнительно в том, что он легко полируется, если вы захотите избавиться от царапин. А в какие бонусы добавил Garmin модель 6X Pro Solar? В чем основные отличия в сравнении с другими моделями 6 серии? Если собрать все модели серии Fenix 6, я бы отметил следующее различие между моделями относительно часов 6X Pro Solar, помимо солнечной зарядки и аккумулятора. Первое. Разрешение. Для Fenix 6X самое большое разрешение экрана в серии 6 – 280х280 пикселей. Кстати, это же разрешение получили часы Fenix 6X Pro без Solar опции. Но если приложить все модели рядом, разительной разницы в разрешении экрана вы не заметите. Fenix 6 имеет разрешение 260х260 пикселей. Fenix 6S имеет разрешение 240х240 пикселей. Второй момент. Размер экрана. Модель Fenix 6X Pro Solar на экране размером 1,4 дюйма, то есть 35,5 мм, позволяет разместить информацию гораздо больше. Это факт. На экране можно добавить 8 датаполей для спортивной активности. Третье. Вес часов. Чем больше модель, тем больше вес. Все модели поставляются с силиконовым ремешком, поэтому я буду говорить про общий вес – ремешок плюс часы. Для Fenix 6X Pro Solar с титановым корпусом это 82 грамма. Для 6X Pro с остальным корпусом вес составляет 93 грамма. Для Fenix 6 есть два типа исполнения. Вес часов с титаном корпусом – 72 грамма. И часы с остальным корпусом будут весить 83 грамма. И самой легкой моделью в линейке является Fenix 6S с весом 61 грамм. Производительность часов при работе с каталогом приложений Connect IQ. Как всегда, провел тест производительности часов с помощью приложения 3Benchmark. Тест использует фрактальные рекурсивные вычисления, операции чтения записи и графический рендеринг. Хотел бы отметить, что тест измеряет скорость работы на платформе Connect IQ – виртуальная машина, и не обязательно должен соответствовать общей производительности часов. Эта информация полезна для приложений, виджетов, датаполей, которые крутятся в часах. А что общего в моделях серии Fenix 6? Обращаю ваше внимание, что я говорю именно про Pro-версию. Это карты, музыка, встроенные датчики и поддержка протоколов. Оптический датчик пульса, пульсоксиметр, компас, параметрический альтиметр, акселерометр, гироскоп, термометр. Три типа поддержки спутниковой навигации, GPS, Голунас, Галилея, набор спортивных активностей. Класс водонепроницаемости – 10 атмосфер для всех часов. 32 гигабайта памяти. Детальнее про эти опции я рассказывал в своем обзоре серии Fenix 6S и 6. Ссылка есть в описании под видео. Что же касается записи трека, в часах 6X Pro Solar пробовал сравнить работу в трех режимах GPS в городе по сравнению с Forerunner 945. Пока это лучшая модель по качеству записи трека на сегодняшний момент. В этом случае наихудшим вариантом для Solar был режим только GPS. Использование двух режимов записи одновременно, GPS плюс Галилея, GPS плюс Голунас, улучшало ситуацию записи трека в городе. За пределами города на открытой местности точность записи трека лучше. Тут сюрпризов не возникало. Что же мне понравилось в модели Garmin Fenix 6X Pro Solar? Расскажу плюсы. Возможность использования прямой солнечной энергии для компенсации разряда часов и заряда аккумулятора в солнечных условиях. Более емкий аккумулятор по отношению к моделям серии Fenix 6S и 6. Большой экран диаметром 35,5 мм подойдет для людей, которые хотят видеть крупные буквы и цифры на циферблате. Это удобно, если у вас сниженное зрение. Использование титановых частей корпуса позволило уменьшить вес часов по сравнению с моделью Fenix 6X Pro 82 грамма против 92 грамма. Обновленный интерфейс с новыми метриками. Про него я рассказывал в предыдущем обзоре про модели Fenix 6. Возможность тонкой настройки энергопотребления с помощью отключения ненужных датчиков и режимов. Эта опция работает для всех типов часов серии 6. Сохранилась ширина ремешка Garmin QuickFit 26 мм. Поэтому, если вы будете менять модель Fenix 3, Fenix 3 HR, Fenix 5X, Fenix 5X Plus на шестую модель, то все ваши ремешки будут совместимы для новой версии. Минусы Garmin Fenix 6X Pro Solar Высокая цена. Не каждый спортсмен и турист смогут себе позволить умный гаджет от 1000 долларов и больше. Зарядка часов от солнца работает только при прямых ярких солнечных лучах. Зарядить часы в помещении от лампочки вам не получится. Достаточно габаритный корпус. Это уже более мужские часы по дизайну и стилю. Хотя меня лично размер часов не смущает. Хотя у меня тонкое запястье. Часы не мешают мне при тренировках и повседневной эксплуатации. Выводы. 6X Pro Solar подойдет для тех, кто во главу угла ставит именно высокую автономность часов и ходит в длительные походы. С учетом того факта, что зарядка от солнца работает при ярком солнце, не надейтесь, что часы будут заряжаться сами, если вы будете целый день сидеть в офисе. Физику процессов не удастся обмануть. Уменьшать разряд часов и увеличивать длительность работы вы сможете только на улице, в походах, в горах или просто на солнечной лужайке. Опция Solar будет работать только при длительном нахождении на улице и при наличии в ваших широтах более количества ясных солнечных дней. Мои зрители часто спрашивали меня, какую модель часов я буду брать себе. Изначально я склонялся на сторону Fenix 6 Pro Sapphire. Однако, после долгой постоянной эксплуатации и близким знакомством 6X Pro Solar, я все же выбрал эту модель. Все, что я хотел получить от этих часов, я получил. Длительная автономность, размер экрана, дополнительные опции. Заканчиваю обзор. Заранее спасибо за ваши лайки, они будут вдохновлять меня для создания следующих обзоров. Подписывайтесь на канал, если хотите быть в курсе последних новинок про технику Garmin. Хотите обсудить или спросить по технике Garmin, заходите в специальные социальные группы в Facebook и ВКонтакте. Не забудьте про Instagram, где я выкладываю свежие видео и фото моих обзоров до публикации. С вами был проект Просто Обзор. Всем пока!